И снова всем огромный привет! Четвёртый тур первого игрового дня The International 2014 и Na'Vi встречаются с Vichy Gaming. В активе Vichy Gaming победа над музами. В активе Na'Vi поражения во встрече с Fnatic реально удивляют. Самое забавное, что сейчас Fnatic играют с Na'Vi US и там их успехи не столь радужные. Также стоит отметить, что Titan обыграли Empire, обыграли Alliance и Titan реально удивляют сегодня. Империя в свою очередь только что одержала победу всё-таки в матче с музами и мы поздравляем их с этим. Ну и перейдём, наверное, уже к играющим командам. Итак, Vichy Gaming — команда, которая славится своим агрессивным пушем или очень занятным таким сплит-пушем. И за прошедший год они выиграли несколько турниров. В частности, ESL One, который проходил, по-моему, осенью. Точнее, ближе к Новому году, зимой даже. Приехали, обыграли всю Европу. Тогда были лучшие и в Китае, и во всём мире. Действительно, тогда с их пушем ничего сделать не могли. Не в Поднебесной, не у нас здесь. Точнее, не в Европе. Да и здесь в Америке тоже, потому что американские команды выступали тогда крайне слабо. Ну, посмотрим, что смогут сделать Vichy Gaming против Na'Vi. В пике Na'Vi в первой игре был Ogre Mag, и мне кажется, болельщики не оставили шансов Пупея в комментариях, в различных там соцсетях. А, там Ogre Mag был, да? Да, там был Ogre Mag. Ну, хороший герой. Ну, на самом деле, Ogre Magа очень сильно бустанули. Я вот тебе признаюсь, что Bloodlast — это... Ну, ни с чем не сравнимый баф на данный момент. Он вешается тогда, когда надо, грубо говоря, да? И вообще он способен очень многое поменять. Это не спасло Пупея никак. Это не спасло Пупея. Ну, блин, конечно же, не спасло. Ну, в общем-то, сейчас мы видим то, что ROTK убирает Тинкера и Брюмастера. Брюмастер просто сам по себе хороший герой, Тинкер просто противный герой. И, ну, вот не знаю, осведомлены ли другие команды, но вот до того, как начинались матчи на четвертом Интернешнале, я фразу, что Дэнди тренирует Тинкера, слышал, наверное, раз 20. Причем от самого Дэнди, скорее всего. Вот. Ну, вот, тем не менее, первый бан от команды ROTK — это, собственно, минус Тинкер. Вот. Ну, и тут мы видим у Na'Vi любимую Пупеевскую Энигму, да, которая, ну, не знаю, мне очень нравится. Персонаж хороший герой. Бэтрайдер, скорее всего, для Фанника, он крайне часто им играет. Может быть, кстати говоря, Дэнди будет им играть в Миндзен. Не исключено, не исключено. Может быть, может быть. Но я бы предположил, что это герой именно для Фанника, потому что как-то чаще замечаю, что именно Фанник играет на этом герое. Так, ну, что у нас еще есть такого хорошего, чем можно было бы дополнить пик команды Na'Vi? Огромных, ну, таких вот прям, чтобы суперкрутых персонажей-то, наверное, еще довольно много. И тут предугадывать крайне тяжело, на мой взгляд. Ну, блин, вот как-то редко стали инвокера пикать. Вот, возможно, это связано с тем, что весьма сильно подрезали ему в экс-составляющую, да. То есть он теперь не такой хороший герой на линии. Вот, кстати говоря, надо было бы начать с обсуждения пиков команды Dyer, потому что отвечая... Ну, то есть им надо чем-то отвечать, каким-то саппортом против Бэтрайдера. А саппорт против Бэтрайдера один из идеальных. Это Shadow Demon. Вообще, хороший герой сам по себе, Shadow Demon. У него яд бешеный. Пять раз стакнешь, соулкетчер кинешь, убьешь... Ну, нанесешь крайне много урона, по крайней мере. Skyversmage забирают. Ну, а и опять-таки, вот, что мне нравится в том, что сейчас делает Пупей, он вообще не открывает карты. То есть Бэтрайдер может пойти в мид, может пойти в сложную, может пойти фармить лес. Skyversmage может стоять в миде, может быть саппортом, может составлять агрессивную триплу, которой можно пойти на хардлей. Но вот тут у Дайр мы видим, как бы, Шадошамана, Мирану и Розора и Тайтхантера. Тут вообще, на самом деле, против такой триплы воевать триплой, ну, как минимум, не очень приятно. Поэтому, может быть, есть смысл забрать просто хорошего Керригера и чуть-чуть пофармить, и затем уже в мидгейме как-то там пытаться переворачивать. Смотри, забрали к Shadow Demonу Мирану. Сейчас мы посмотрим, кстати говоря, какой винрейт у комбинации этих героев. Интересно, что у комбинации Разор и Тайтхантер винрейт, ну, тяжело это назвать прям комбинацией, но тем не менее, у этой пары героев, когда они залетают в пик одновременно, винрейт 90%. Что касается Shadow Demon и Мирана, сейчас мы обязательно это узнаем. Итак, нет, извиняюсь, это не совсем то. Вот он, 53,6. Суммарно получается очень неплохой такой пик. Толстый-толстый Тайт, против которого особо не работает Сайланс, если он имеет достаточное количество ХП. Вот эта вот обузная линия Shadow Demon и Мирана, единственное, что бы я отметил, не могу сказать, что это полностью подходит к игровому стилю вичи-гейминга, если только это не саппорт Мирана, потому что они всегда стараются забрать агрессивных саппортов гангующих. Сайлар на вот таком вот сильном герое в каком-то мидгейме типа Разора. Я так понимаю, Аротикея у нас будет играть все-таки на Тайтхантере. Нави пока что отвечают очень жестким магическим прокастом, но нет у них вообще урона с руки на данный момент. Мне вообще нравится, что все-таки забирают пака, как-то интереснее дота. Ну, вот таким вот образом ПП сейчас открывает, собственно, карта. Ну, пора бы уже на четвертом пике, наверное, это делать. Кстати, обрати внимание, 4 интовых персонажа у команды Na'Vi. 4 интовых персонажа. Ну, насчет Пугны, да, в принципе, можно было бы забрать Пугну, просто вопрос, куда ее поставишь. Если Разора, например, поставить мид, Шэдоу Демона и Мирану поставить... На легкую? Нет, подожди. Вот если Мирана будет саппортить, и Шэдоу Демон будет с ней роумить, и тогда Разор будет фармящим персонажем, тогда как раз-таки остается одна линия, на которую можно поставить соло-героя. И этим соло-героем, очень хорошим против того, что есть у Na'Vi, это было бы либо Никс, либо... Либо Пугна, все верно. Никс даже мне как-то больше нравится. Здесь даже не то, что Пугна хорошо влетает в пик против Na'Vi, это же Пугна от Вич и Гейминг. Это тот герой, с которым они играли весь год и выигрывали. Это минус все-то вора как можно быстрее. Это... Ну, Пугна немножко доту, она преображает. Пугна, и дота какая-то становится ненормальная немного, но против Skyros Mage, Пака, Энигмы, она входит идеально, особенно против первых двух, потому что достаточно суровый у них прокаст по мане, особенно у Sky Magа, бьет, Вард ее очень-очень больно. Да и, в принципе, от Бэтрайдера неплохо может спасти. Например, стоит Вард, Бэтрайдер в лесу включает Firefly и палится, потому что Вард ему пробивает в лицо. Сразу все это видят игроки Вич и Гейминг, но не факт, что это будет Пугна. Сейчас мы посмотрим. Что выберет Родк? Родк это человек, который в Китае запомнился... Который в мире вообще запомнился, как китайский игрок, который не обладает вообще какими-то хорошими манерами, когда он сказал, по-моему, на MLG, там что-то типа Kiss my Sload'а в прямом эфире, и так он продолжал весь год, и славится эмоциональной своей реакцией. Ну, кстати говоря, посмотри, пак для Сайлора. Ну, я думаю, что Нави... Нави готовы к тому, что антимага пикнут Вич и Гейминг. Вообще, они, как правило, хорошо справляются вот с такими немножко терпильными стратегиями. Огромное количество Сайланса есть у Нави и Бэтрайдер, который будет прыгать за антимагом. Нави стоит только хорошо отстоять свои линии, аккуратно выйти в мидгейм, и этот антимаг не будет так страшен, как многие его боятся. Вообще, на мой взгляд, антимаг весьма не самый хороший герой. Кстати, посмотри на винрейт. 83% винрейт на антимаге. Ну, сейчас посмотрим. Снайпер! А вот это уже я... Не знаю, что сказать. На пик снайпера, наверное, какая-то заготовочка, очевидно. Пусть, пусть будет у нас снайпер. Хорошо, тогда получается у нас следующая линия. Скайверс Мейджем, наверное, будет играть Куроки. Энигма на... Ну, Пупе играет на Энигме. Вряд ли это наоборот. Дэнди на паке, конечно же, и Фаник на Бэтрайдере. Ну, получается такой хороший, интересный пик. Только вот... Единственное, что меня смущает, это пик снайпера. Вот единственное, что меня смущает. И огромное количество хороших фармящих персонажей есть, которые могут помогать, которые полезны. Ну, ты посмотри. Вот у Вичи Гейминг. У них Тайт Хантер. Вот что ты будешь делать с снайпером, когда ты играешь против... Да. С Тайт Хантером. Ты же на снайпере не будешь покупать БКБ. Ну, вот блингдагер может какой-то помогать, да? То есть ты видишь, как прыгает Тайт, ты резко блингаешься назад и стоишь, стреляешь с рейнджа. Но если ты не успеешь, ты погиб. Потому что, попадая под реваш, на тебя моментально прыгает Патма, дает Arrow Double Starfall, антимаг тоже с бреньком, там, в общем, будет мало приятного. Реваш, в принципе, ловить не хочется, но... Собственно, играя за снайпера, вообще его ловить точно не хочется. Итак, супер играет на Разоре, Сайлор, на антимагии, Финрир. Вчера, кстати говоря, Финрир на Shadow Demon, FY на Miran, FY, который славится тем, что у нас очень неплохо играет один на один, но вчера Резолюшному объяснил, что не в этот раз, один на один, напомню, выиграл его СВО. Вчера, забавно, разговаривали мы там с Ластом, с главным редактором сайта Virtus.pro, разговаривали долго, мне кажется, час лишним, просто обсуждали различные темы, все это время Финрир сидел и катал на шейкере. В паблике. В какой-то момент я понял, что он начал игру в момент начала нашего разговора и все еще играет. Когда я увидел там шестислотового шейкера и по шесть слотов у всех героев, смотрим. Стрела пошла, но Куроку за счет мувспида уходит. Поздновато была стрела, все-таки, если бы стрела влетала по таймингу, шансов бы не было у Кура, и это был бы Ферстблат. Итак, банится спаун с помощью вот такого варда и с помощью вот такого варда. Пупея нужно будет обязательно это все найти. Также банится маленький спаун здесь. Но его, по-моему, Кура спалил. Кура, по-моему, спалил этот спаун. Точнее, что там стоит вардец. Оротикей. Оротикей будет стоять на легкой линии против Фаника на Бэтрайдере. Ну, наверняка возьмет быстрые стики. Вот 200 монет как раз себе оставил. Огромное количество хилов. И Энчер Смэш. Ну, в общем-то, Тайтхантер сильный в один на один. Ну, и Бэтрайдер тоже имеет шанс его убить. Разор закупленный так очень плотно против Дэнди на паке. Дэнди еще помогла Энигма. Съела одного крипца. Использует на полный. Но Разор отблочил великолепно. Сыграл супер. Тут еще Пупея и Долончиками помогают чуть-чуть динаить Дэнди крипов. И, в принципе, сейчас оставил Ротикей себе золото. То есть, он, видимо, не был уверен, что будет стоять против Фаника. Может, там пак бы какой-то стоял. Тогда он бы купил... Ну, у него просто были деньги, он бы купил стики на линии. Это верно, да. То есть, просто такая вот... Стрела попадает в куру на этот раз. И, кажется, это Ферстблад. Смотрим. Да. Ферстблад забирает эфай. Посмотри на ситуацию на легкой линии. Хвост не подходит к крипам вообще до этого момента. Только сейчас подошел под ДНЛ одного крипца. У Сейлора, мы видим, здесь уже некоторое количество экспириенса и золота нафармлено. Ну и, в общем-то, пока что Энигме очень тяжело. Энигма фармит только один лишь спаун. Второй у него забанен. Но Пупей выжимает из этой ситуации максимум. Вот сейчас он вызовет Идолончиков. А фармить этими Идолончиками будет-то и негде. Ну и такое агрессивное начало. Ну, Вичи славится своей вот такой вот игрой очень интересной. Ну, на мой взгляд, пик снайпера, конечно, позволил им здесь чувствовать себя вообще комфортно. Посмотрите, снайпер не может выйти. Он выйдет, он получит дисрапшн и получит стрелу в лицо. Эфай второй раз так не ошибется. Ну, зато нашли. Смотри, Финира сейчас пытается его закинуть. Шрапнет прокачал на первом уровне. Ароу, все-таки уроки уворачиваются. Хороший стрейс. Слишком далеко находилась Мирана, вот что помогло в данной ситуации. Но на самом деле сейчас откатит дисрапшн, откатит Эроу и опять придется прятаться. Снайпер получает возможность подойти к репам. И еще одна опасная ситуация в том, что Вай и Фенрир ходят где хотят. И если их не видно, то вынуждены прятаться практически все, кроме Бэтрайдера. Стрела пошла в снайпера. Но... Да, заподозрил сразу FY, что там стоит какой-то вард. На самом деле, просто, судя по всему, его Кура заметил. 10-9 крипста от Сайлора. Не самое приятное. Начало для хвоста. Огромные надежды возлагают Нави наверняка сейчас на Фанника, который стоит один на один. Он будет довольно много иметь против Дайтхантера. Хотя Дайтхантер тоже его... Его там не напрячь, это точно. Но, по крайней мере, Фанник, он весьма-весьма много фармеров. Хотя, в принципе, АРУ ТК, в принципе, может погибнуть, если его сейчас Фанник очень сильно нахарасит и подожжет где-то, да? То есть он окажется вот где-то вот на вот этом вот месте. И, да, вышки будет очень далеко. Не последует никаких сейф-телепортов. То, в принципе, можно сжечь. Дэнди стоит относительно неплохо против Разора. Но, опять-таки, Разору помешать тоже весьма... Стрела пошла в Дэнди. Нет, стрела еще не пошла. Тут есть АРУ, на опережение кидает... Странно сыграл сейчас... Сыграли саппорты, они так хорошо поймали Дэнди. Ну, единственный шанс там был застанить, это попасть стрелой вот прямо в модельку. Чтобы моделька появилась на стреле, и он не успел уйти в шифт. Но, почему-то, Эфай решил усложнить себе задачу. Так, выходит Энигма, выходит Скайрос Мейдж. Ну, надо убивать Финира сейчас, он пытается что-то кастануть. Вот Дизрафшн он скинул в Пупея. Ой, Куроки, прикрыл-то тиммейта своего, посмотри. На котором висел, кстати говоря, Соул Кейчер. Ему бы этот АРУ нанес огромное количество урона. Летит плюшечка, надо Флая добивать. Здесь Силар пытается догнать Пупея. Хорошо, блин, кажется, и неужели Пупея не уйдет? Здесь он же с сапогом. Почему он тут не развернулся как-то? Ну, в общем... Ну, антимаг с сапогом тоже, у антимага, там, встрифанулся. Не, ну, там очевидно, что как-то Силар будет прыгать наперед, да? Чтобы дать тычку. Ну, он поймал сколько? Он три удара поймал. В принципе, мог поймать только два. На самом деле... Возможно, возможно. Но, тем не менее, счет становится 1-1. Не дают Энигме вывозить золото. И это такой плюсик для Вичи Гейминг. То есть, Энигма не будет у нас, как правило... Ну, как правило, Энигма приносит большое преимущество. Здесь мы видим... Получше стоит Разор в миде. Супер переиграл Дэнди 22 на 9 против 19 на 3. Бэтрайдер стоит чуть лучше Тайдхантера. Но, в общем-то, здесь преимущество не такое большое. Антимаг 15 крипов, Снайпер 12 крипов. Здесь ситуация ровная. Но, опять же, Антимаг, если будет с Снайпером наравне играть, он рано или поздно нафармит себе БФ. И с БФом гораздо быстрее, чем Снайпер. Хвост, стрела, не попадает в хвост. Смотри, на топе пытаются убить сейчас Ароти Кей. Вот как раз-таки под пятью стаками его поджигают. Ой, срабатывает пассивка! Отхиливает там. Ну, еще нужно чуть-чуть ему, чтобы его убить. Через пять секунд откатится Тристика. Надо убивать сразу же. Да, делает фраг. Так, хорошая перетяжка от Кура на топ. Ну, тут долго умирал достаточно Тайтхантер. Все-таки смогли его заковырять, но насколько же он толстый со своей вот этой пассивкой. Сайлор получает от Снайпера неплохой достаточный урон на своей линии. Рано или поздно Сайлор с этой линии уйдет. Наверное, когда Тайтхантер получит шестой. Ну, потому что все-таки стоит на харде за кэри, это не круто. Опять стрела мимо. Пока что не так хорошо удается Сайлор отыгрывать. Он много стрел мажет и не всегда попадает под дисрапшн. Так, антимаг покупает колечко. Хвост. Хвост пока ничего не покупает. Нави нужно получить как можно быстрее шестой уровень на Куроке и как можно быстрее даггер на Бэтрайдере. Вот эта комбинация персонажей также является очень противной. Да, если мы знаем, что большинство команд сейчас любят использовать комбинацию с Кейросмейдж именно с Войдом, потому что, ну, там ему супер просто попасть, да. Мистик Флеер, то в комбинации с Бэтрайдером тоже относительно просто можно влить абсолютно полный урон в одну цель, когда Бэтрайдер просто цепляет через лассо и ты туда заливаешь Мистик Флеер. Итак, Тайтхантер получил шестой, но у него не так хорошо все с артефактами. Паровозик за пупеем бежит, смотри. Паровозик бежит за пупеем, идолоны все это дело палят и в итоге остается пупеем в живых. Даже не то, что в живых, он даже не тронут. Оказывается, это время для Дэнди пофармить, это время для Хвоста пофармить. И, ну, Фаннику на топе уже очень много у него тут чего есть интересного. Возвращается он на точку с... на сильную точку. Миди, как больно Дэнди, у Дэнди остается 100 хп, Разор просто изничтожает там пака, очень неплохо отыгрывает супер. И продолжают роумить саппорты. Но вся агрессия команды Нави должна исходить от Дэнди и Фанника. Если они ничего не сделают, нафармив свой левел, там свои итемы, свои даггеры, то можно будет говорить о том, что у Нави большие проблемы. Но я верю в то, что они сделают, они должны сделать. Да они пока не так много отдают, да, антимаг много фармит, но, опять-таки, мидгейм должен быть за ними. У них огромная... вот, минус только в том, что у них нету таких суперявных станов. Там, ну, в принципе, Малэфайз что-то станет, есть ульт Бетраэдера, да, но у них, опять-таки, очень много разного сайленса и блэкхолл. Ну, то есть, драться есть, чем, это точно. Куроки погибнет, Куроки погибнет. А, очень вовремя, а почему он не среагировал, лол, что это было? Сейчас могут быть у него проблемы? Минус куро, тут, да, антимаг блинкается, у антимага очень жесткий мувспид. Да, у Скайросмейджа подняли мувспид, но у антимага, по-моему, все равно побольше. Хотя надо посмотреть. На десятку больше у Куроки, но... Ну, да, ну, в общем... Он там пока что-то мешкался между елками, там ему насували. Выход Мид за Разором, но Разор уходит. Разор фармит Мекку, Тайтхантер будет, наверное, фармить Блинк. И это тоже, кстати говоря, такая своеобразная агрессия. Ну, как здорово роумят саппорты китайские. Энигма до сих пор имеет не так много крипов, как могла бы. Обычно мы видим, что у Энигмы топовый крипстат в лесу. Здесь у нее на восьмой минуте шестой левел. Есть Солринг Сапог, но это не так много. Вообще, фрифармящий Энигма... Смотри, смотри, хвост, хвост, терпит, 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 прячется. Это, наверное, его любимое место после третьего Интернешнла. Ребята знают, что за хвостом в эти елки лучше не нырять. Ну, тем более, тут нет абсолютно маны. То есть, антимаг не дамажит бонусным каким-то уроном. Ну, Сайлор вообще себя все равно неплохо ощущает. У него крипстат достаточно неплохой. Хотя, конечно, снайперу все удобнее фармить. Ну, раскачивает шрапнель. Это, видимо, на какой-то подпуштовый ров. Задел, и бэтрайдер практически нафармил блинк. Остается ему совсем немного, и с блинком уже будет куда-то врываться. Третий, почти четвертый левел у Фенрира. Третий левел у Мираны. Мирана дает стрелу. Ох, попал на этот раз хвост! Чуть-чуть дернулся, и, боже мой, Сайлор. Я даже не пожалел. Не пожалел Монавоид, ну... Не пожалел. Ему видней, конечно. Кстати, отличный выбор. Четыре мага в команде Нави и антимаг. Вот мы сказали про Никса, про Пугну, а как-то про антимага-то и не вспомнили. Что он тоже Монавоидом здесь есть куда разгуляться, в общем. Где разгуляться? Да, особенно в Skyverse Mage, у которого Монопул просто космический. Ему одним Монавоидом... Затев пустого Skyverse Mage и Монавоидом, можно положить полкоманды. Пока что даже у Нигмы у Бэтрайдера побольше. Смотри, Фанник сейчас на фарме в Блинк сразу же в смоке перемещается в свой лес. Он понимает, что здесь надо пацанов ломить. Вот Пупея, у него есть Блэкхолл. Типа терпит, да? Как бы, мол, нас мало, ребята, давайте драться. Аро попадает в Пупея. Но все-таки, кстати, Фанник идет атаковать Разора. Ребята из нами убивают Разора. Сейчас Блэкхолл от Пупея! И в итоге забирают они еще Мирану. Подходит сюда Силар, Монавоида нет. Было бы Монавоид, это 100% минус к уроке. Но здесь надо мансить вокруг этих идолончиков. Боже, как же много демеджа раздает Силар. Надо чуть-чуть, чуть-чуть побить Силара. Да, это минус Антимаг. Отличная работа Дэнди. Вовремя нашел хосту. Перемещается на бот, будет фармить там. У него, кстати говоря, тоже практически Блинк. Есть, он сбил хороший стрик. У Антимага на харде было 4 фрага. Да, это отлично. Но, на самом деле, сейчас вот та стадия игры, когда Дэнди и Фаник все в их руках. Фаник уже использовал свой Блинк. Дэнди не нафармил Блинк, но тоже использовал свой высокий левел для того, чтобы убивать. Так, телепорт от Скайрос Мейджа. И здесь проблемы будут у Тайтхантера. Реводж у него есть. Хотя здесь подходит Разор и Тайтхантер все еще живет. Очень жестко танкует реводж от Тайтхантера. Попадает по троим. Большие проблемы у Пупея. Активирует он щиток. За счет щитка будет еще некоторое время жить. Фаник, последняя тычка у Фаника. Фаник остается очень мало ХП. Баночку, баночку пьет. Нормально пьет баночку. Но Плазмофил там, может быть, сейчас Супера удастся как-то запереть. Подходит Силар. Силар страшный. Ну, конечно, не такой страшный, как мог бы быть минут через 15-20 фрифарма. Но в данном контексте, конечно, да, с ним сражаться тяжело. Практически Battle Fury это один из таких идеальных моментов. Ну, антимаг без ПТ фармит Battle Fury на фрифарме где-то минут 11. Да, когда там ничего, его никто не трогает, он никого не трогает. Но в данном случае Силар просто убивался. Сайланс. Есть Бэтрайдер. Нет, есть Дэнди, который запрыгивает. Очень больно Сайлору. Получает он кучу урона. Ставится Сайлор. Остается очень мало ХП. Чем-то добить. Снайпера здесь нету. Прячут. Великолепная игра от Финрира. Стрела ни в кого не влетает. Стиками откиливается Разор. Здесь же Бэтрайдер пытается зацепить. Неплохо Разор. Арбани попадает в Финрира, к сожалению. Попала бы Арба в него. То Дэнди, я думаю, не постеснялся бы бежать добивать. Шеду Демона. Фаник есть еще лассо. Фаник бежит за Финриром. Фаник запрыгивает. Цепляет Финрира в лассо. Пупей, боже мой. Вот это... Вот это Соул Ринг чемпионский. Так бы сейчас какой-нибудь Нюк заехал. Было бы прикольно. Но не Пупей было бы. Смотри, можно еще Патму здесь попытаться. Нет, Патма фуловая и уже ничего совершенно нету. Просто никого нету рядом. Вот подходит Фаник. Тут товарищ Тайтхантер у нас. Полторы тысячи золота. Все-таки в ближайшее время, наверное, купит он себе Блинк Дайгер. Урну покупает себе к уроке. Ну вот начинается та игра, которую мы, собственно, и ожидали от команды Нави. То есть нафармил Фаник, нафармил Пак, и они начинают уничтожать карту. Если бы, кстати говоря, Дэнди бы еще чуть-чуть получше ультимейт поставил и зацепил бы антимага, скорее всего, Силара даже... Он зацепил антимага. А? Он зацепил антимага, да. Но просто он анблекнулся, порвал и... Порвал Дрим Койла, там было не видно, и он не вижно нашел. Хороший вард от Навиа видит, что у нас будет Эфлайн. Ну пока я бы не сказал, что у Эфлай хорошо получается со стрелами, только одна такая стрела попала. Неприятная для Навиа, что у Розора с Меккой есть уже рецепт на Баклер. Да, у Розора все плохо в плане Мекки. Дэнди с Блинком. Ну, Силар вовремя отспает, и у Силар остается всего 500 монет ДБФ. Дэнди зажимает, ару попадает. Ой, какой ару, 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 ару. Силар уже на Моновой, вот блин, жадин, он уже размахнулся на Моновой, это зачем? А все правильно, у него был бы сейчас практически БФ, можно было забирать этот фраг. Но, в общем-то, в любом случае, здесь БФ должен появиться быстро. Курок заходит во вражеский лес, будет расставлять варды, а Роти Кей покупает себе блин, кто правда за ним гонится Бэтрайдер, нет? Да, Дэнди, конечно, здесь не следовало умирать. Можно было бы попытаться рашить Розора, пока у него нету Мекки, да, вот, в этих моментах. Но, поскольку Дэнди сейчас погиб, это открывается такое вот пространство для Розора, нафармить Мекку, чуть-чуть перегруппироваться, идти уже, возможно, в каком-то смысле в атаку, создавать пространство для фарма Силару, и Силар будет впоследствии просто очень-очень-очень сильно ГПМить. Так, парень, парень, плохо, плохо, плохо. Но всё равно убьют здесь через Силанс. Да, очень много дэмэджа бустит он для снайпера. Сколько тут урона у нас? 355, плюс срезает маг-резист у нас на 30-ку. Нормально, да, особенно такой тоненькой кошке. Поломали вышку в миде, сейчас у нас, посмотри, Пан бежит на бот, и там он собирается ломать Т1 вышечку, и, скорее всего, у него это получится. Чтобы антимага здесь сломать, было бы неплохо. Да, антимага надо сломать. Дэнди, кстати говоря, рядом у Силара. Так, Силанс. Блэкхолл даже не пожалели. Сюда подошёл у нас Шадоу Демон, в надежде каким-то образом через Дизрапшн спасти антимага, чтобы тот после него выпрыгнул блинком. Ну, в итоге получилось всё просто супер хорошо. Ай-яй-яй, не попадает Дремкоил в Патму, к сожалению, попала Ару. Судя по всему, в Пупея неплохой Сайланс от Куроки, но Пупея здесь не выживет. Хвост на хосте, бегает, хвост купил барабаны. Он ещё барабаны на хосте прожал-то, посмотрите. Барабаны на хосте это топовые вообще. На всякий случай просто прожал и бежит, забарабанил. Но, ладно, Дэнди, собственно, не поймал здесь Ару, прикупил себе ПТ, все разбежались. Вот только хотел похвалить команду Нави, но, в принципе... Ну, ладно, в общем-то там Фаник на топе что-то подфармил. Не, очень хороший отрезок. Они снесли вышку на боте, снесли вышку на топе, они убили антимага. Единственный минус во всей этой ситуации, антимаг купил себе Battle Fury. На самом-то деле, на самом-то деле, да, могло всё быть намного хуже. Я так подумал, что если пройти мага не убили... Так, ну и Сайлор начинает фармить, видит Дэнди, что у него есть БФ, отличные варды от Кура. И здесь, если с этими вардами ничего не сделают Вичи Гейминг, то Сайлору свою Battle Fury реализовать не удастся. У Снайпера, как мы видим, Нетворс уже приближается, хотя Сайлор был топовый по Нетворсу, но эту ситуацию быстренько исправили Нави за счёт вот этих двух ТВ-ров. Мирана тысяча золота. Запрыгивает баг. Тайтхантер здесь спрятали Мирану очень вовремя. Тайтхантер, какой реведж по троим! Стрела попадает в купе, успевает он прожать Мекку. Здесь же Фаник. Эншент Сил, больно Тайтхантеру. Нет, Мека и уходит. Минус Энигма. Вот это сейчас Ороти Кей показал силу Тайда. Очень хороший врыв. Ну и отличная игра, в свою очередь, от Фенрера, который спрятал ФВА. ФВА покупает Арканы. Это первый такой ценный айтем для саппортов команды Вичи Гейминг. И тут же они идут атаковать. Есть у, кстати... Так, фак. Находит антимага. Один он его не убьет, конечно же. Даже бессмысленно за ним гоняться. Он машет Сайленсом сейчас. Ой, Сайленсом. Чуть-чуть не попал. Находит тут же по трагера. Сейчас очень опасно. Очень опасная ситуация. Паникой надо оставить. Его не спаси. Если только Дримкоил какой-то царский получится у Денди. И надо, может быть, попытаться... Что это творит Денди? Нужно уходить. Есть Арбан. Нужно с Арпой что-то пытаться сделать. Пах уходит. Здесь же... Ой-ой-ой, как детей-то просто Нави разводят. Посмотри, сзади уже подошли игроки команды Нави. А Ротике сейчас получат в спину патрон. Да, погибает. Тайтхантер погибает. Минус Фенрер. Минус ФВА. Минус 4 от Нави. Что сотворил сейчас Денди? Дримкоил по пятерым как-то смогли замансить в лесу. И только Антимаг выживает в этой ситуации. Уходит куда-то вниз. Но драг выиграна в месище. Учитывая, что есть еще сейчас Блэкхолл. Точнее, он не тратился. Он сейчас появится. И отбиваться достаточно тяжело будет. У Розора не было маны, чтобы поражать Мекку. И это сильно порешало. Да, Мека там могла изменить несколько ход. Ну и Хвост, конечно, со своим ультимейтом отлично вписывается в то, что происходит. Сейчас у него должна... Ну, у Пупеи, точнее. Должна еще появиться возможность Блинкдайгера, да? То есть, пожалуйста, поле тут пошло. Вышечка пускай-нку падает. Судя по всему, да, они заставят соперника ее задинаить. Хотя могли бы сделать так, чтобы Вич Гейминг не могли ее задинаить. Просто прекратить атаковать ей долонами. Но, видимо, вот... 500 голды не еще. Нужно, да, нужно. Все-таки побыстрее купить себе Блинкдайгер. На Энигме нужно все-таки ограничить возможность. Ну, то есть, это же, в первую очередь, возможность для сейф-телепорта. Например, если поймают в своих лесах антимага, которые будут там фармить... вместе с фаником, кажется, видят они аро-тикея, нету реведжа. Реведж будет через 7 секунд. Антимаг бежит. Антимаг очень сочный. Блэкхолл, кстати говоря, еще есть. Блэкхолл антимаг выходит на линию фармит. Фаник его цепляет. Куроки дает раскаст и минус Силар. И неужели Вич и Гейминг просто пойдут драться без реведжа, без нифига, без антимага, без потенциала... А, реведж уже имеется, да? То есть, откатился, не заметил, ну, что ж. Нави достойно, достойно отыгрывает в мидгейме, достойно использует то преимущество, которое им удалось получить в самом начале. Ну, я бы сказал, здесь даже особо преимущества-то не было. Просто переигрывают Вич и Гейминг за счет вот этих вот вардов. Поставлен вард. Интересно, есть ли сентри его сбить? Ой, неудачно полинканулся Фаник прямо в кусты. Его форстафят, Фаник идет дальше. Ну, у него вот собственный форстаф имеется. Да, он сам себя зафорстафил. Но в итоге-то вот эти варды, вот эти вот варды Нави, они сейчас выигрышные очень сильно, потому что прекрасно понимают они, где соперник и что вообще происходит. Фаник залетает очень агрессивно. Arrow в иллюзию Дэнти. Кстати говоря, Пупей, возможно, не будет покупать Блинкдаггер. Возможно, он купит ВКБ первым айтемом. Потому что, по сути, здесь ничего ему не может сбить сквозь ВКБ ульту. Неплохая розочка. Ну, манно-вуэт, может. Да, там сбривает. Он, собственно, ульт. Тайтхантер врывается в одну Энигму, ультимейт, но попадает еще очень больно. Энигме будет для глоба. Хорошо! Какой блок-колот Пупей! Успел раскастоваться, но, кажется, умрет все-таки Пупей. Это размен один в три. Убили Сайлор, убили Розора. Айвай также в таверне. А Ротикея не отпускают. Финрира тоже можно добивать. Под фонтан ребята бегут просто в наглую, но Финрир, наверное, все-таки удастся или нет? Под Т-4 лезь не хотят. Куроки погиб. Более того, он еще из Скайросмейджа забрел на развороте. Да, получился хороший размен, конечно же, но, к сожалению, Нави и, к счастью, Вичи Гейминг не пропушить ничего не смогут, потому что крипы были довольно далеко. Респаун еще у Вичи Гейминг маленький, они быстро появятся и быстро будут способны защищать свои линии. Вот единственный минус это отсутствие реведжа у Тайтхантера и, конечно же, отсутствие должных айтемов у антимагов. В принципе, у Разорчика тоже не шибко много. Он там проигрывает Пупею, который первые три минуты бегал по лесам, его там овнили саппорты, не давали ему фармить. Ну, на самом-то деле, все это преимущество Инигва заключается в вышках, да? Практически все внешние вышки упали у Вичи Гейминга, а у Нави все целые. Я думаю, во фрагах еще очень много преимуществ. Ну и во фрагах, конечно же, да. Очень здорово перегангали Нави и сейчас обладают колоссальным преимуществом. Полный контроль карты в их руках. У снайпера уже скоро будет Сенжин Яша, будет носиться с барабанами ПТ Яшей, наносить много урона. Сигма действительно выходит в Блэк Кинг Бар. Фаник. Фаник пока что 6-1-7. Очень достойно отыгрывает на Бэтрайдере. Хвост также неплох на снайпере 3-1-8. Ну, мне кажется, что любого вообще Кэрри, возьми сейчас Нави себе на легкую. С тем, как играет Фаник на Бэтрайдере и Дэнди на паке, они бы имели сейчас хорошую ситуацию, потому что Хвост вначале фармил достаточно слабо. Но как только у него пошла, точнее, у его команды пошла игра, все сразу нормализовалось. Сайлор сквозь в следующем арте после Battle Fury берет себя Power Threads, будет выходить в манту, чтобы хоть как-то сбивать себя сайлором, но там уже и Хекс не за горами, и все очень-очень здорово. Ближе к Рошану стягиваются Нави сейчас. Да, Энигма тут уже начинает идолонами крепить, антимаг забирает вышку. Неплохой буст по Нетворсу, но все же это только первый тавр, в то время как Нави забрали целых пять. Так, заходит Кура, ставит вот такой вот неплохой вардец. Фенрир. Подошел прочекать, что происходит на Рошане. Не так много ХП Купей смог забрать у Рошана. Сенжин Яша от Снайпера. Хорошие варды стоят, видят сейчас Супера. Да, Нави, вот Кура тоже отыгрывает замечательно. Может быть, он не так заметен своими раскастами, но его варды просто великолепны. Фай попадает в Лассо. Есть ли Шадоу Демон? Рядом Шадоу Демон далеко, это минус Фай. Он еще так прыгнул, что чуть-чуть не достал до хайграунда. Как и Файя нет. Где Антимаг? Интересно, Антимаг вернулся уже на базу, то есть он не будет пытаться как-то застрит-пушить, он будет помогать отбиваться на базе. Ну просто на топе еще очень много фарма, но вообще он зря туда вышел, потому что рискует Антимаг очень сильно, но впрягается в него команда, уходит Антимаг, уходит... Ну тут Шадоу Демон сзади, Шадоу Демон если что подспрячет и так же сзади Тайтхантер с Раведжем. И Нави нужно тоже аккуратно нападать. Ну, Шрапнелю и Снайпер потихонечку осаждает Т3-вышку, посмотри, и у него рейндж очень хороший, он может застреливать потихонечку Т3. Без Т3, конечно, зайти на бараке будет намного легче. Бэтрайдер наливает огонь, так же не дает выйти с базы абсолютно Вичи Гейминг, Ну здесь Аротики... О-хо-хо-хо! Ему сбил блинг Дэнди Орбом и Аротики разультился на месте и это сейчас решающий момент. Я думаю, только чудо теперь поможет. Кура ловит стрелу, но врываться на него никто не будет под Блэкхол Энигма. Да, вот это сбитый Раведж был просто решающим. Все, Антимаг понимает, что здесь можно отдавать бараки и драться все равно не получится. Пойдет сейчас вниз будет сплитпушить пытаться снести что-то в ответку. Наверное, с самого начала ему стоило это делать. Как-то задержать соперника на хайграунде максимально возможным способом откидывать ядом, кидаться всякими плюшками, глифы прижимать и так далее, чтобы Антимаг хотя бы Т2 умудрился поломать. Размен бараков на Т2 ну, хоть что-то даст Вичи Гейминг. Но тут, похоже, Нави не хотят терпеть, они просто врываются в соперника, пупейка стоит Блэкхолл. Ну, на уровне Тайтхантера, но супер в него умудрился залететь на самом-то деле. Вообще, вышло в итоге у Нави очень качественно. Поломали они троих персонажей сейчас и Патму должны отправить в таверну. И единственное, кто остался в живых Антимаг, который решил, что все-таки сможет задевить видимо линию и не стал сплитпушить до Т2. И Хексу, Денти появляются. Вот так идут они на следующую линию. Когда зараспавнится Тайтхантера, у него, наверное, уже будет ревод. Практически. Сайлор под Сайлор. Минус Сайлор. Гуд гейм. Нави одерживают первую победу. Отлично сыграли Нави. Здесь ничего не скажешь. Не совсем понятно, что произошло с ними в первой игре против Фнатиков, где им не удалось показать себя так, как нужно. Но Вичи Гейминг теперь наравне с Нави идут по статистике. Одна победа, одно поражение у обеих команд. Давайте посмотрим, что у нас будет следующей игрой. на данные трансляции. Итак, против матча Нави Вичи Гейминг у нас Дикей против Тим Ликвид. Против команды, прошедшей через Wild Card. Дикей также получили свои первые очки. Что там у Тим Ликвид? Можно, кстати говоря, посмотреть. Давайте посмотрим. Времени у нас более чем достаточно. Вот она, сетка. Она еще не до конца обновлена. Здесь нету апдейта матча Нави. Тим Ликвид. Тим Ликвид. Ликвид пока что одно поражение имеют. И ДК имеют статистику 1-1. Увидимся с вами буквально через я думаю минут 15 на матче Тим Ликвид против Дикей. Редактор субтитров